У нас два пока что есть интересных варианта. Вот этот черный с асимметричной рубашкой, потому что асимметре может чуть-чуть снизить градусство его напряжения. Да, и возраст. И мне очень нравится вот этот вариант. Очень такой мягонький, тепленький, тебе будет точно классно. И ты причем на бизнес-завтраках тоже будешь очень сдержанной, умненькой и элегантной. И в принципе курточка симпатичная, тоже зелененькая, потому что она такая доченькая, мягонькая. А еще пальто такое. И вот этот круглый низ, это может все спасти. Да, но ты вот опять взяла М. Мне кажется, она самая большая. Я взяла самую большую. Ладно, пошли искать что-нибудь. Давай тогда ты померяешь, пока... А лосины принесли больше? Да, это М-ка. Свитеры, треники, там микрофон аккуратней. Попробуешь побольше, ночь. Бери и идею... Минус уже. Да, бери и иди. А мы, может, сюда сейчас другие, знаешь, брючки найдем какие-нибудь? Да. Боги, так я тоже такое хочу. Меня тоже надо расслаблять. Вот смотри, как классно. Все прекрасный, помятый, подранный комплектик. Вот видишь, сколько здесь лоска, шика, воздуха. Вот здесь уже расслабление пошло. У тебя период жизни такой. У меня другой, у Оли третий. И нам подходит разная одежда. Здесь пахнет стабильностью. За нее выберем, не будем ей давать право голоса. Я знаю, что она хочет. Я могу выбрать. Так, ну что, у нас элементарная задача найти для этой Кати гестапо мягкие, милые брюшки, которые ее как-то визуально расслабят. Ничего сложного ведь, правда? Гестапо-юбка есть. Блин, это для Оли. Оле понравится, я Оле ее отдам. Оля милая, ей поэтому такой стиль ничего не усагубит. И вообще-то тряпочка никогда ни в чем не виновата. Просто есть девочки, которым подходит, а есть, которым нет. Слушай, вот эти классные. Здесь тоже эмка. Боже, какие красивые. Это тоже для Оли. Это все для Оли. А, вот эти, да, мы еще? А, вот эти. Боги, так я тоже такое хочу. Меня тоже надо расслаблять. А то я просто, блядь, пока что. Меня надо расслаблять. Классные? Так, тогда иди выдай нашей мадам. Мы нашли брюки Элько. А да, она сочиняет, мне кажется, про то, что я взяла самую большую. Она берет 44 размер, но она не 44. Да, конечно, они прямо тут висели, Элько. Мы подошли, они тут одни единственные. Да, конечно, я тебе говорю. Я помню свой возраст, когда я поняла, что нет смысла пиздеть. Потому что, вот ты что-нибудь напиздишь, потом это создает тебе верницу проблем. Конечно. Потом ты себя уебично чувствуешь. Ты не можешь заткнуться. И вот этот вот постоянный диалог с собой, ну и годы терапии, расстановок, как-то это все вывели. Но я ни за какие коврижки туда-обратно не готова. То есть это был ужасный период в моей жизни, когда я врала что-то. Ну реально, где-то соврал, а потом вот эта вот рефлексия, и тебе так плохо. Я вот не могу, мне прямо ужасно. Зачем мне? Да просто когда, я говорю, Элько надеваешь, комфортно, все провалилось. Тут подтянуло, хрупко и выглядишь внутри. Там это вожаке и так далее. А там XS-ок набрала, да? Ну это все, кто сильно похудел. Все, кто сильно похудел и стал размером Эль вместо там XXL, например. Ну все, они М-ку начинают и XS-ку носить. У меня была обратная ситуация. Снималась на обложку Hello. У стилиста мои размеры, я говорю, 2XL. Это 120 грудь, 120 бедра, размер обуви 41. Прихожу, вся обувь 40, одежда Эль. Я говорю, а вы понимаете, что между Эль и 2XL три размера? Это то же самое, что S и Эль. Понимаете разницу? А для нее не существует в мире любой больше Эль, понимаешь? Так, брюки нашли. Что еще? На самом деле у нее два хороших комплекта получается. Мы нашли тебе прекрасные коричневые брюки. Смотри, какие красивые. Да, очень красивый коричневый цвет. Смотри, с розового. Очень красиво. А помнишь, я в прошлый раз тебя пыталась коричневый пидж с розовым что-то там всех переодеть? Я просто очень люблю это сочетание. Это очень хорошее плетение крепа из вискозы. Она не затягивается? Да, оно не цепучее. И это вечная вещь. То есть у меня таким вещам лет по 20. Это лучшая ткань в мире, она недооцененная. Это вискоза. Она не пахнет, тело не становится хуже пахнуть. Она не мнется, не зацепляется, не трется ни обо что. На ней единственное повреждение можно лассой сделать. Если горячим утюгом с напряжением, такие будут лассы, это называется, блестящие моменты. Вообще она прекрасна тем, что из нее пигмент не вымывается. То есть ты можешь 200 раз постирать, и в ней останется пигмент. Я поверю тебе, дорогая. У меня очень много такой одежды, особенно вот если черная, я как бьюти-мастер покупала черную одежду только из такой тряпки. Ты ее 100 раз стираешь, она такая же черная, и на ней вот этого белесого, пушистого подшерстка не появляется. Я пойду еще что-нибудь поищу. Ты хочешь пойти еще что-нибудь? Да, конечно. Шопинг. Все, мы Олины брюки уже нашли. Я потом еще у нее свитер отниму, если ей не подойдет. Свитер классный, да. В прошлый раз какой красивый комплект горчичный. Да, я в нем чудесно хожу, интервью на записывала. Ох, еще эти все розовые сумасшедшие вещи. Так-то хорошенькое, смотри какой. А, да, она как этот баллон сделана, да? Это, ну это нам. Но я баллоны не ношу, я в них слишком удутловатое. Я помню, там были классные вещи в тот раз. Помнишь, где-то горчичное я себе взяла? Смотри, что есть. Косынка. Да. Вот все-таки эти оливковые очень красиво. Это шапка, которая не применяет укладку, между прочим. Очень удобная. Есть верка? Для питерских ветров коричневая есть еще. А что, смотри, какая хорошая. Классно, конечно, классно. Все, я так буду ходить. Что, пойдем, она там переоделась, наверное? Это прямо... Смотри, чудовище с рукавом красивым. Да, это очень красиво. Кайфово. Классно. А, это one size. Я себе возьму. Ну ладно, ей тоже дам померить, но она еще не доросла. Вот, смотрите, комплект. А что, смотри, какой рукав симпатичный. Очень красивый. Пухленький. Ну вот, смотри, хороший. Может, возьмем ей пластик? И, давай. Это тоже one size. Да, ну, да, это будет. One size. Все, берем. Мы что-то нашли. Может, тогда все-таки взять теплую кофту, оранжевую? Она потому что миленькая так-то. Не такая уж она и яркая, она немножко грязная. Нет, она грязная, терракотовая, красивая. Красотища. О, шампанское освежили. Я вот косынку себе нашла. Классно? По-моему, очень мило. Для уральской зимы. Обалденно. Это то, что нужно для уральской зимы. Дидок, а я же, а я так и хотела на работу. Это правда. Да я знаю, и я так хожу. По сугробам. Классно же? Да, и я так хожу. Главное, чтобы прическа, знаешь, не намочилась. Я колготки плотнее 8D не ношу последние 20 лет. После школы я никакие колготки не готова. Вот это мой максимум колготочный. Нет, 8D знаешь, как стройнят, особенно цветы тела. Осталось их не порвать, да, пока? Вскусство. Нужны специальные перчатки для надевания колготок. В плане боевых волоски. Итак, ну смотри, ну классно. Ну ты не гестапо уже. Да, и видишь, волосы распустила сразу. Ну вот смотри, да, во-первых, оверсайз. Сразу появилась свобода, сразу, да, подвыдохнула. И ткань очень приятная. Во-вторых, все-таки здесь края более текучие, более мягкие, чем там. Там лосинки, лапша тоже мягонькая, да. В принципе, в них есть какая-то структурка. Не сказать, что ты совсем там, ну, добрый вечер, сухарик, да, который размочили, знаешь, в чаечке. Плюс асимметричность что дает? Сразу заделана креативность. То есть такой вот, ну, свобода мыслия в этом есть, да, и там какая-то изюм. Винка. Да, можно спрятать изюм, чтобы... Ну, вы точно так дерзко, с туфельками наделал, на самом деле есть не с кем... Белого, конечно, лучше, потому что белый – это контраст. И вот мне прямо режет глаз, когда ты его отгибаешь, потому что, ну, тебе вообще никакого контраста не надо. Тебе вот эта 39-летняя, знаешь, это, ну, шлейфом чувствуется, фонит. Поэтому давай вот прямо... Вот, и может, даже не розовые туфли. Вот, может быть, бежевые. Надень бежевые с низким ходом. Они прикольные такие, ржачные. Будет тут прикольнее, да. Все-таки совершенно будет другой настрой. Ну, вот. Вот, классные. Совершенно другое. Ну, потому что нам пока... Они беспровережные. Нам пока что до эпицентра. Угу. Почему эти туфли прекрасны? Во-первых, закрытие носок говорит о формальных границах. Низкий каблук выдает безносовость. Бархатная фактура говорит о глубине. Плюс асимметре, плюс где-то длинный рукав. Вот смотри, насколько длинный рукав дает сразу вот это классное ощущение. То есть, рукав должен прятать хотя бы до вот начала вот большого пальца, чтобы это было. И это важно, понимаешь. Пора выходить в детали, пора выходить в фактуры, в ощущения. Все, что коротенькое жмет, трет, надо пока отложить или как-то расшить, расставить. Высокий каблук, убираем это напряжение. Ярко-розовые туфли, убираем это эпицентровое. Да, это контраст. Вот прямо вот такое, знаешь, все помятое. Классно, нравится тебе? Крутонись, чтобы девчонки посмотрели. Прикольно, прикольно. Ну от тебя вот такой более расслабленный какой-то мой знакомый родной питерский вайп пошел. Ты теперь выглядишь как девочка из Питера. И прям сумочка такая большая. Да, какую-то странную сумку. Да, и в этой сумке ты можешь носить все, что тебе нужно. Образцы показать, презентовать. Дальше убрала и вполне расслабленный образ. И сережками классно. Мы сегодня же к парикмахеру едем, что-нибудь придумываем с прической. Супер. Давай еще померяй, пожалуйста, свитер. Я уверена, что нам тоже понравится и подойдет. Вот асимметрия, асимметрия и классный. На зиму вообще огонь. Порванный, помятый, чудесный. И рваненький. Вот смотри, как классно. Все прекрасный, помятый, подранный комплектик. Зато сколько в этом расслабления. Вообще. Огромное количество эмоций. Просто ураган. Вообще, это так интересно. Когда выходят серии реалити-шоу, куда бы я ни пришла. То же самое, я уверена, происходит с Радой. Куда бы я ни пришла, с кем бы я ни взаимодействовала. Люди начинают пересказывать мне последнюю серию. Спрашивать, а что дальше. Высказывать свое мнение про нас, про героинь. Про драматику сезона. Спрашивать, а сколько еще серий впереди. А почему вы так мало вы даете. А вот еще хотелось бы увидеть про это. Будет ли в сезоне про то-то и то-то. Сезон продолжается. Сезон вас удивит. Он, конечно, колоссальный по вложениям. Он колоссальный по накалу и по своему результату. Следите за ним. А мне нужно вам сказать, что последний день октября означает последний день, когда вы можете сэкономить на покупке своего места в нашем живом потоке, который стартует с 1 января. С 1 января 2024 года мы закладываем новую программу вашей жизни в нашем курсе «Ключи любви к себе. Живой поток». Это 8 живых, больших, безлимитных мастер-майндов. 4 от меня и 4 от Рады. Чтобы выбрать тариф, вы на экран смотрите. Также по ссылке в описании переходите. Там все есть. Понятно, подробно изложено. Три разных тарифа. Самый VIP-вип. Тайное ложе. На него дисконт сейчас в последний день. 10 тысяч рублей. На другие два тарифа. Эксгибиционисты. Войерист. Скидка. 5 тысяч рублей. Вы можете сэкономить. Если купите сегодня. Ноябрь-декабрь. У нас будут фиксированные цены, которые остаются до старта курса. Поэтому забирайте свое место с приятным дисконтом. Ну, кстати, в описании по QR-коду вы также найдете, что есть в курсе, разницу тарифов. И не забывайте, что у нас подключен сервис с долями. Это значит, какой бы тариф вы не выбрали, какая бы сумма не была на экране, вы можете разделить ее без всяких процентов на 4 равных платежа. То есть берете тариф «Тайная ложа» за 80 и платите 4 раза по 20, не переплачивая вообще. Ну, а более легкие тарифы по цене, пожалуйста, выбирайте за 15, и он тоже делится на 4 равных платежа. Очень удобно, незаметно для бюджета, но ощутимо будет для изменения в вашей жизни. Ссылка в описании, QR-код на экране. Увидимся на живом потоке с 1 января нового года. И проживем его наилучшим образом. Вот видишь, ты не хочешь отдавать пальто, потому что ты говоришь, что Катя до него не доросла. Она косынку раз на голову примерила, нет, на плечи положила, не может тоже косынку надеть. Так она пришла вот замотанная, будто у нее... Горло болит. Поясы собачьей шерсти. Ангина. Да, ангина. Вот я много лет отказалась от шапки, потому что шапка портит объем, все мнет. И я очень давно пришла к системе шелковых платков зимой. Ты знаешь, там его намотала или вот пуховый какой-нибудь. Ой, у тебя тоже зеленушка в глазах сразу вылезла гораздо больше. Да, потому что платок, он хорошо закрывает, не мнет волосы, нет вот этого, знаешь, эффекта зимой, когда у тебя там все прижало. Если ты шаль накидываешь на плечи, это сразу же тебе плюс 20 лет, это нам совершенно не нужно. Поэтому это вот, мы будем сохранять твою прическу классную, да, и просто расслабленную вот так, свободно. Не под самый... Женщина. Да, не под самый... Такая летучкая даже это... Подожди, она как-то на тебя. Может ее надо вот так чуть-чуть отворотиком сделать? Ну тут надо на самом деле волосы просто, мы когда покрасим, они будут менее пушистые. Ну вот смотри, тут какой-то объемчик будет оставаться. Просто знаешь, вот она смотри, ничего не жмет, она и шарфик заменяет, и шапочку. Это же гораздо для девочки удобнее, да, два в одном. И шапочка, и шарфик. Подожди, давай курточку тогда. Подожди, а может не курточку, может вот это? Кофточка, сверху плащик. Плащик непродуваемый, кофточка греет. Вот тебе и зима. Пальто ты отдавать не хочешь, так и скажи. Да, она не доросла до него, какой пальто вообще? Пальто мне достанется. Я скажу, что героини выбрали мне пальто. Да, я думаю, что ее смущает косынка, и меня косынка на ней тоже смущает. Ну давайте снимем косынку, а сам плащ классный. Да. Ну плащ-то классный? Плащ классный, все. Косынку сняли, вот. Щелковый платочек одели. Да, все, он на другое одел. Ну вот смотри, вот это интересно. Вот смотри, да, к чему мы пришли. Более мягкие. Мягкие, да. К телу. Чувствуешь, да, расслабление пошло. Брючки более струящиеся. Плюс сложные цвета. Вот так отлично. Сложные цвета снова дают вот это какое-то, ну, ощущение глубины, спокойствия, да, такой дип погружения. Вот спокойствие вообще прям. А плащ, его что спасает, что у него глянцевая немножко фактура, и он дает вот тоже вот эту холеность. И все-таки, знаешь, вот блеск, например, плащика сильно отличается. Деликатный блеск, да. Да, от блеска курточки. Вот если мы в курточку тебя сейчас наденем, то будет, конечно, для тебя простовато. Потому что блеск отличается. И вот мне нравится блеск брючек, мне нравится вот этот блестящий блеск плаща. Давай попробуем, может, даже может завязаться, потому что вот это настоящий оверсайз, его когда не надо его закрывать, не надо закрывать, просто завяжи. А, просто. Конечно, зачем? Это декоративные клепки, никто не застегивает изделие, их просто прям так хорошо завяжи, знаешь, чтобы у тебя был вот этот липан красивый, в форме появилось. Боже, ох уж, эти педанты. Берешь и делаешь петлю, понимаешь, вот сделала ее туда, хоп. То есть зачем тебе узелок? Вот, петля, смотри, видишь, красивая форма. Да. Вот она красивая, не так напряженная, как твой вот этот двойной узел. Даже здесь есть разница, двойной узел или вот легкая петля. Рука в какой красивый смысл. Да, вот посмотри на себя в зеркальце, пожалуйста. Да, вот видишь, сколько здесь лоска, шика, воздуха. Вот здесь уже расслабление пошло. Осталось только с волосами разобраться. Ну, то есть сегодня мы сделаем. А у тебя резиночка есть? Есть, да. А ты можешь себе низкую култышечку вот на свой классический пауз? Не высокую, а низкую. Низкую. Потому что ты будешь элегантно. То есть низкая гулечка, конечно, это про элегантность. Но вот симпатичный комплект. Как ты себя чувствуешь? Мне нравится. Мне еще это прям вот, знаешь, на богатом. Ну, я уже поняла, что ты, Саша, переслушала. Ну, смотри, асимметрия. Нет, это на гораздо более богатом, конечно. Да, асимметрия, сложные цвета. Заметь, не контрастно. Да. Да, и вот представь себя в розовой кофте. Вот, пожалуйста, верните мне какую-нибудь уебищную розовую кофту. Да, любую. Нельзя так говорить про кофты. Кофта, конечно, не виновата, я могу красиво закомплектовать. Но вот когда ты к ней тянешься, мне прямо понимаешь, вот я не знаю, кого из вас ненавидеть. Мне тебя ненавидеть не хочется сегодня. Я начала кофту за тебя ненавидеть. Ты знаешь, почему я ее к ней потянула? Я ее на самом деле мимо розового проходила все это время. А потом думаю, ну я же на реализацию, надо заявить о себе. Думаю, надо что-то яркое сделать. Не, ну кошмар. Слушай, вот Оля будет прекрасна в розовом. Но не ты, потому что у тебя просто другой период. Мы с Олей выступали на конференции стилистов. И я им читала такую немножко лекцию вразрез. Но я предупредила, что я буду всех раскатывать. Я говорю, ребят, ну вы поймите, что у человека нет типажа. Нельзя типировать клиента. У него нет цветотипа. Это ничего не то. У него есть состояние души. Нет, у него есть период жизни. Или период жизни. У тебя период жизни такой. У меня другой, у Оли третий. И нам подходит разная одежда. И от того, что ты на ком-то увидела что-то, не знаешь, что нужно бежать это покупать, нужно всегда думать. Вот у нас был еще, смотри, хороший вариант. Это вот будет хорошо. Это очень красиво. Это будет очень красиво. Подожди, а коричневые брюки мы на нее не нашли, да? Размера не будет? Давайте мои возьмем коричневые брюки. Майда, пожалуйста. Да, давайте померяем. Мы, вот, Марина, смотри, мы все лучшее. Теперь наоборот героям отдаем, она говорила. Это уже из наших примерочных. Ну, там два таких пальта. Да. Ну, давай хотя бы по цвету посмотрим. Да, мы на самом деле, даже если приложить, оно видно, как оно шикарно будет. Посмотри, в принципе, на европейскую зиму, то есть полгода в это можно ходить. Всю осень, всю весну. Всю весну, да. Прекрасные два красивые, теплые, сложные, умные. Вообще классно. Здесь пахнет стабильностью, здесь пахнет каким-то психическим здоровьем. А не вот этим, знаешь, надрывом. Мне это даже больше, чем черное нравится. Плащ точно берем. За нее выберем? Не будем ей давать права голоса? Ладно, ты что думаешь? Не, мне плащ очень нравится. Вот видишь, если нравится. Так потому что она все двойная с нами совсем согласна. Да я на нее не рассчитываю, она понятия не имеет, что она хочет. Хорошо. Я, давайте, я знаю, что она хочет. Я могу выбрать. Ну, черный как-то проиграл на фоне вот этого роскошества. Нет, конечно, проиграл. Свет богатый. Ну, просто они для разного. Ну, да. Я как не повернусь, то пьешь и пьешь. А там, нет, там только из-за кадра слышно только звон бокалов. Я не знаю, конечно, да, что происходит. Ну что, как ты? Огонь. Тоже чудесный. Тоже чудесный. Умный. Мягкий. Пыльный, красивый цвета. Глубокий. Такой хороший есть в этом жизненный и профессиональный опыт. Или внутри резиночкой завязать вон то, что будет. А что, классно? Да. Вот, очень красиво все. Видишь, он такой текучий. Видишь, вот эти волны образуются сразу. Хоп. Асимметрия появилась. Да. Асимметрия, это всегда про свободу мысли. Про какой-то не квадратный ум. Что ты еще сюда хотела? Ну, прям что-нибудь такое напрашивается. Какой-нибудь кулон. Так ты, в принципе, в элегантности хороша сейчас. У тебя же ушки. Ты повесишь кулон, и это сразу обабит тебя. Это обабит, потому что это бохо стайл. Тем более, по ключам, чем длиннее изделие, тем взрослые. А ты и так выглядишь достаточно взрослой. Да, достаточно взрослой. Сама все время пытается то шаль набросить на плечи. А мы, между прочим, все вот здесь трое одного возраста. Хотя нет, подожди, ты... Я сам не стараюсь. Почему с 84-го? Таишь, как и ты. Не, ну вот посмотри на человека как бы в 40, да? Да, да, да. Человека в 30. Добрый день, да. Так, ладно. Ну, класс. Все, давай. Ну, смотри, как хорошо. Высокий ворот. Это вот вся осень. Вся зима. Вот так. Классно же. Все, огонь. Очень приятный силуэт. Хороший реглан, да? Смотри, как реглан мягко рисует плечо. Ты такая вся покатая, спокойная. Как ты себя чувствуешь? Мне нравится. Нравится? Это не точное описание своих ощущений. Чувства, чувства. Мне тепло, уютно, уверенно, мягко. Ну, прямо. А вот ты так за детьми можешь побежать? Да, конечно. Ну, вот смотри, не обязательно же треники и валенки все время выгуливать. Все. Да, можно просто что-то побольше размерчиком купить, и оно сразу удобное становится. Вот это да. А почему они покупают себе спортивные костюмы? Потому что они нормальную одежду на три размера меньше себе купят, потом в ней передвигаться невозможно, садиться невозможно. И нужно что-то удобное по-настоящему и по размеру. И тогда берут что-то тянущееся на резиночке и думают, что это удобная одежда. А секрет-то прост. Ну, купи на размерчик побольше и сразу все превратится по ощущениям, как в растянутые тренинги. Брюки превращаются. Все, смотрите, у нас есть бюджет 50 тысяч на героиню. И нам нужно выбрать, что тебе нравится больше, а что мы забираем. Ну, учитывая, что плащ уже 30, то у тебя есть вариант или оливково-зелененький, или шоколадно-терракутовый. А, ну, или черный. Давай сейчас не думай про размер, решим просто, что тебе больше нравится, там определимся. Либо дозакажем брюки черные, коричневые-терракутовые или пыльно-оливковые-зеленые. А я всегда говорю, девочки, представляете, это же стоит, думай-думай, вот, 5900 свитер на самом деле и... 4900, ну, то есть 6,5, 11 тысяч рублей. Если у взрослой 40-летней женщины есть свободные 11 тысяч рублей, тебе подарили подарков на 50, заплатила еще десяточку, взяла, и у тебя, пожалуйста, осенний гардероб нормальный и так далее. На самом деле, смотри, и зеленый свитер с коричневыми прекрасно, и терракутовые с зелеными тоже нормально. Поэтому тут можно аккомплектовать. Ну, черная рубашечка очень классная была, прям, я думаю, ты к ним любой низ. Давай, говори, что ты хочешь. Ну, вот эта кофта точно, она мне вообще кайфовая. Ну, вот черная рубашка. Асимметричная? Да, она такая необычная. И треники? Вот она, черная рубашка. А брюки я тогда у себя купила. А, блин, рубаха 17 тысяч стоит. Ну, а. Ну, давай тогда две кофты и какой-то низ выберем. Нет, ну почему, все равно укладываемся 30 и 17, а, 47, ну все. Если рационально, да, рассматривать, то, конечно, лучше взять, ну, полностью капсулу, она уже закомплектованная. Конечно, хочется хотя бы вот этот, да, раз он по размеру, вот полностью забрать. И, может быть, там, вторую кофту мы укладываемся. А брюки темные, ну, ты можешь, в принципе, что-то наверняка у тебя есть. Ну, у меня есть, да, темные брюки. Но они не жмут тебя. Тоже тягучит. Все не по размеру у человека, да. Мы тебя вычислили. Мы тебя вычислили. Ну, с джинсами еще можно, знаешь, с джинсами. Давайте это точно возьмем. Давайте плащ точно возьмем, посмотрим, сколько стоит кофточка. Ушел мой комплект, ну ладно. Да, и кофточку еще возьмем. Так, все, давай раздевайся. Сейчас, подожди, мы же... А, я здесь, подожди, сейчас посмотрю. А, до 6500. Все, отлично. Давай две кофты. Да? Брюки и власть. Классно. Да. А где моя кацинка? Ну, можно. Все, нашел. Я считаю, что ведущим должны дарить одежду. И вы слышите, знаете? А, слышал, да? Да, да, да. Так, прикольно. Поэтому не я, конечно. И вот это, бабушке, и сумочку, которая на конечке идёт. Шикарно. Очень. И с кольфиками. Да. Да. Да, да. Раньше так и ходила. Да, да. Да, подожди. Все реалити этим заканчиваются. Вы отбираете в Герин все самые крутые вещи. Она не доросла. Нас раскусили. Она не доросла. Зачем есть такой кольфик? Итак, мы финишно взяли две кофты. Мы прошли по цене, они по 6 с хвостиком. Да, это 6, это 6500. 12500. Отлично. Брюки что-то в районе 5. Да, плюс 5, 17500. И 30 тысяч. 17500 плюс 30 тысяч, 47500. Ну, там что-то он 31 стоил. Как раз ровно 50 тысяч. Это две капсулы, которые будут рисовать новый человек. Отлично. Но только брюки тебе нужно будет докупить. Ну, в смысле, этим мы не берем, потому что твоего размера нет. Докупить брюки, либо ты носишь с джинсами. Эти с этим тоже. Ну, теплый, приятный, располагающий, мягкий, обволакивающий, уютный. В принципе, все, что нам нужно эмоционально пережить. Да, это, помнишь, эмоциональный гардероб. А ты набрала белых костюмов и розовых платьев. Да, поэтому у нас все больше вопросов к тебе. Ты довольна? Да. Огонь. Пока. Пока. Класс, вообще, она потрясающая. Блин, через фактуры интереснее выбирать, конечно. Мы покупаем тебе сейчас эмоциональный гардероб, который поможет тебе укрепить определенный эмоциональный фон. И вот ты в ней села на диван и балдеешь. Смотришь вечером кино, сериал, что угодно. Я думала, что тот классный, этот вообще по ощущениям еще ласкательнее, чем это. Да, еще ласкательнее. Вот, хорошее слово. Ласкательная одежда для дома. Ура! Я рада. Я рада, что так произошло. Ласкательная одежда для дома.